Значит, предоставляю услуги няни, недорого, опыт работы, больше 10 лет, сделаю из ваших детей спортсменов, это что? А, это объявление Абдул-Керима Идилова. Так, меня отталкивает то, что ты начал действовать только тогда, когда это коснулось тебя конкретно, поэтому выбрал АЗ, а так молодец, продолжай. Мы тебе дали 5 минут, если ты уже закончил, то давай, по доброй воле, выключай эфир и заканчивай. Чувак с большим животом. Что думаешь про очередной конфликт Турции с курдами? Имеют право курды на независимое государство? Вообще не в курсе, я не знаю, что там за конфликт у них очередной, понятия не имею. Я считаю, что курды имеют, конечно же, право на собственную государственность, но весь вопрос в том, в рамках каких земель должна быть эта государственность, то есть должны ли они претендовать на часть Турции, это уже другой вопрос. Имеют ли право курды на государственность? Разумеется, имеют. Но вот должны ли им предоставить именно ту территорию, которую они хотят, на которую они претендуют, заявляя, что она там их какая-то исконная, то нет. Здесь я, конечно же, не рискну на эту тему рассуждать. Я знаю, что они проживают и на территории Турции, и на территории Сирии, и на территории Ирака. На территории Ирака у них даже есть свой собственный, своя автономия. Поэтому вот по поводу территории здесь, пожалуйста, не ко мне. Я не считаю, что они должны там часть Турции себе отжать. Но в целом я не против курдской собственной государственности, то есть их собственного государства я, конечно же, не против. То все, почему ты тогда против, чтобы абхазы имели свое государство, все народы имеют право на самоопределение? Абсолютно ты прав. Я не против, чтобы ни абхазы, ни осетины, ни кто бы то ни был, чтобы они имели собственную государственность. Я вообще не против. Вопрос лишь в том, в каких границах они собираются. Если ты хочешь иметь свое государство, отжав территорию другого государства, то нет. Понимаете? Вот в чем вопрос. То есть вся загвоздка заключается именно здесь. Когда кто-то говорит, мы хотим иметь свое государство, отжав там, допустим, часть Испании, а имеешь ли ты право отжимать часть Испании? Вот здесь вот как бы вся загвоздка, вся проблема. И да, здесь мы, конечно, говорим, что не нужно иметь, не нужно претендовать на часть Грузии, чтобы заиметь свое собственное государство. Ни абхазам, ни осетинам тем более. Давайте, для осетин это вообще, осетины это, они ровно такие же кавказские автохтоны, и они должны ровно так же, как и мы, жаждить этой независимости. Но есть, понимаете, своя территория у осетин. Они не должны претендовать на территорию Грузии. Вот в чем проблема. Какое миграционное право действовало в период независимости Чечни, могли чеченцы по паспорту Чера и поехать в Турцию, например? Нет, конечно, нет. Так как официального признания не было, для этого нужно официальное де юра признания. Такого, конечно, не было. Но Афганистан нас признал, по-моему, в 2000 году или 2001. Вот считай, они и сами находились тогда в состоянии войны. К сожалению, такого вот юридического официального признания ни от какой страны не было, поэтому, конечно, паспорт, наши паспорта, по нашим паспортам официально, по крайней мере, никуда поехать нельзя было. Значит, предоставляю услуги няни. Недорого. Опыт работы. Больше 10 лет. Сделаю из ваших детей спортсменов. А, это объявление Абдул-Керима Идилова на Авито. Это я нечаянно открыл. Парень потерял работу, сейчас находится в активном поиске. Если кому-то на территории России нужна хорошая, нужен хороший няня, я даже не знаю, нужен няня, наверное, будем так говорить, нужна как-то некрасиво. Если нужен вам няня, который сделает из ваших детей спортсменов, если вам интересно, какими будут ваши дети спортсменами, посмотрите на детей Кадырова. Из них спортсменов сделал как раз Абдул-Керим Идилов. Они только побеждают, они ни разу не проигрывали. Бои можете сами увидеть. Там нет никакой покупности, ничего. Короче, оцените его труд. В общем, если что, помогите парню, наймите его, сделайте его няней для своих детей, чтобы ему было на что жить. Так как Кадыров его уволил. Так, вопрос. Зачем вообще нужно было создавать эту партию? Неужели не было других вариантов изменить наше положение? Просто попытаться получить суверенитет, играя по правилам Кафера, это как-то... На самом деле, очень много попыток я делал для того, чтобы, как ты говоришь, вести эту работу, подиокупаться, даже не забегая так далеко вперед, просто чтобы была какая-то консолидация, какая-то политическая сила, которую бы считали, которую бы уважали. То есть я в этом направлении провел определенную работу, пытаясь как-то объединить те силы, которые я считал близкими по убеждениям, по политическим взглядам. Я пытался их привести вот в какой-то, как на наш взгляд, на мой взгляд на тот момент, то, что соответствовало государственной идеологии, какому-то государственному низаму. Я пытался, я с ними разговаривал, очень много было проведено часов в переговорах, попыток там, но ничего не получилось, ничего не получилось. В конечном итоге я понял, что раз так не получается, значит, надо делать как-то иначе. И была создана политическая партия. Но я не согласен по поводу правила кафиров, что ты имеешь в виду, что это за правила такие кафиров. Мы по каким правилам никаких кафиров ничего не делаем. Мы все сделали в рамках нашего государства, наших государственных законов, которые не кафирские, как ты понимаешь. Это суверенное чеченское, исламское государство, Чеченская республика Ичкерия. И все сделано в рамках этого законодательства. И мы не являемся представителями власти. Мы даже косвенно никак об этом не заявляем. Мы, наоборот, являемся помощниками нашей официальной власти, которая является парламентом, единственной легитимной власти. Мы, хоть мы и являемся политической партией, мы на будущее, конечно же, будем бороться за кресла в парламенте и так далее, когда такая возможность появится. Но на данном этапе мы прекрасно понимаем, что никаких выборов, ничего провести невозможно. И мы, наоборот, пытаемся укрепить имеющуюся сегодня представительскую, представительную власть, дать ей эту поддержку и сделать, ну, быть полезными в этой работе. Вот наша цель. Так, меня отталкивает то, что ты начал действовать только тогда, когда это коснулось тебя конкретно, поэтому выбрал АЗ. А так, молодец, продолжай. Ну, вот так начинают и начинали все, наши очень знаменитые у нас даже герои, они тоже начинали тогда, когда это касалось лично их, возьми того же Зелимхана, Карачаевского, Абрека Зелимхана. Всегда есть какой-то, знаете, должен произойти толчок. Человек сам по себе такой не рождается каким-то там героем и так далее. Какое-то что-то должно произойти в его жизни, что его подтолкнет на какую-то деятельность и так далее. А мне-то тем более далеко до каких-то героев. Я обычный человек и не претендую даже на то, чтобы меня кто-то считал там героем. Поэтому если даже герои начинали, когда их что-то касалось, то я это простолюдин тем более, естественно, начал тогда, когда меня это непосредственно коснулось. Мелхи, ас-саляму алейкум, Тумсо, ты уже политик, табаракаллах, когда повесишь наш флаг? Алейкум ас-саляму араматулла баракату. Брат Мелхи, я не знаю, я, честно говоря, не планирую пока этого делать. Я не вижу в этом смысла, но может быть что-то подобное и будет. Валлаху алим, не знаю, брат. Закаевец, мы тебе дали пять минут. Если ты уже закончил, то давай по доброй воле выключай эфир и заканчивай. Чувак с большим животом. Ладно, по доброй воле буду заканчивать тогда. Только можно минут, дайте мне, пожалуйста, еще минут 35. ПОДПИШИСЬ! Субтитры подогнал Игорь Негода.